Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Новороссийске. И здесь небольшая компания ребят работает на всю линию нашего фронта, для того, чтобы наших солдат обеспечить теплом и уютом. И даже на выходе, в походе, они могли взять с собой буржуйку. Вы можете сейчас посмотреть видеосюжет и узнать о всем технологическом процессе. Но видео снимается в первую очередь для предпринимателей, которые также хотят помогать фронту, и призываем их подключаться к этому процессу. Потому что чужих солдат нет. Все, кто с нашей стороны, воюют за нас. Это, на самом деле, самая важная черта. Я, как и обещал, рассказываю о всех тех людях, которые помогают нашим воинам. Здравствуйте. Зовут меня Архангельский Геннадий Евгеньевич, руководитель опытной производственной базы, в которой мы все делаем для фронта. Это теплодающие оборудование и инженерное оборудование. Вот я бы хотел показать процесс этой работы. Здесь у нас идет нарезка деталей для печи разборной. На этой же ЧПУ у нас нарезаются детали для печи блиндажной, то есть буржуйки, как в прошлом народе называется. Упрощает работу. Сейчас у нас ставится еще и вторая ЧПУ такая же. Упрощает работу. Используем двухмиллиметровую сталь, потому что это самое практичное, недорогой лист металла. Из-за количества перегородок самих наших печей, она выдерживает все температурные режимы. Здесь у нас проходит сначала сборка, а потом обварка, защитка. И далее мы отправляем на покраску. Все детали у нас приходят как конструктор сюда, с плазмы ЧПУ. Дальше идет ее прихватка, потом обварка, зачистка. И уже потом отправляем уже готовые изделия на покраску. Изготавливаем также теплообменники из бывшего употребления бочек под фреона. Мы их обрезаем, дальше навариваем туда трубы и получаем теплообменники. Скажем так, изготавливаем вот такие теплообменники. Вот это тоже у нас запчасти вырезается на ЧПУ. Сейчас мы изготавливаем в сутки около 70 кг печей и 20 теплообменников в сутки. Печи у нас приходят уже с их на покраску. Здесь у нас окрашивается термостойкой окраской до 1200 градусов. Выдерживается, кстати, больше 1200 градусов. Краску мы используем дорогую, качественную. Покрашивается и сушится. Далее упаковывается и выставляется на поддон на отгрузку. Вот это вот уедет на разведбат. Помимо печей блиндажных мы делаем печи окопные. Называем их еще в споросторонне, называется щепочницы. Они для приготовления пищи и обогрева именно в окопе. Ну там, где нельзя использовать блиндажные пищи. Они практически бездымные. Для тех, кто не понял, что это, ребята, вот сюда сверху ставится кастрюля. Туда закидывается бревно, дрова. И оно потихонечку вот сюда горит и разогревает вашу пищу. То есть очень удобно, потому что создается тяга и огонь выходит туда вверх. С собой ребята берут в походы, именно, допустим, в атаку, когда держат позиции. И могут на таких печах готовить. Примерно плюс-минус себестоимость вот такой блиндажной печи, она в нашем сухом получается в пределах 2800 рублей. Это уже в окрашенном состоянии термостойкой окраской, она уже не обгорает. Теплообменник сколько стоимость? Теплообменник в пределах 2000 рублей. Тут очень много металла, также очень много сварочного шва. Такая в пределах 1800 рублей будет стоить. Но это уже разборные вещи. Это уже наша разработка, это 120 на 120. Таких уже только у нас они. Пару вот моментов, хочется показать, как выглядит печка. Надо будет мне показать то, что у нее есть пламя красителя. Туда они будут лететь прямого огня, он же является и пламя красителем, и дымовым ловителем. Выглядит он вот так. Снизу это для того, чтобы вытаскивать заложню. Да, снизу это не только вытаскивать заложню, но также он регулирует температуру горения. Можно приоткрывать и будет температура повышаться. Но он при открытом состоянии и работает, но при закрытом состоянии уже режим тления, долгового горения. Режим тления хватает для обогрева именно блиндажа. Также мы производим саперные кошки. В простонародье еще их называют инженерные. Солдаты называют их мародерки. Почему? Любая деталь, автомат калашникова, патроны, другие предметы могут быть заминированы. Прежде чем их тронуть, желательно их поддернуть, наши разборные саперные кошки. Почему мы делаем именно разборные? Потому что их очень удобно будет хранить в любом кармане. На грудном, на плечном кармане. Инженерные кошки мы также делаем. Тоже они полностью разборные. Поставляем мы их вот так вот, по 20 штук. Я их очень много отправил на Херсонский и Запорожский рубеж. Ребята очень сильно довольны. Хотелось бы, чтобы каждый из вас отправьте своему другу. Это обязательная вещь. Она солдату нужна. Потому что не дай бог дёрнуть какой-нибудь рюкзак, лежащий как подарок. На самом деле это не подарок. Подарки враг вам не оставляет. Может быть заминирована любая вещь. Саперная кошка разборная должна быть у каждого солдата. И 20 метров тросика. Цена вопроса в пределах 200-250 рублей. Это уже окашено и запакованное состояние. Также мы делаем другое инженерное оборудование. И оборудование для наших ребят. Сейчас у нас заехал автомобиль на дополнительное оборудование для безопасной езды по СВО. КРАС 22 года. Новый. Сейчас мы навешиваем бронелисты и дополнительную защиту. Самое интересное, друзья, это что в телеграме уже кто видел. Я его тоже Уралом назвал, прошу прощения. Раз это КРАС, но он целлофан. Они себе новые. Это значит, что выпуски машин идут, идут полным ходом. Они получают постоянно. И когда я был последний раз на Запорожском, это было совсем недавно. Я видел очень много танков новых и другой военной техники. Ребята получают новую технику. Очень шикарно. Я бы пригласил ребят с умной головой для разработок дополнительного инженерного и тактического оборудования. Мы для этого строим дополнительную лабораторию. Вот скоро будут готовы еще две лаборатории. Здесь будет уже разрабатываться то, чтобы облегчивать нашим ребятам всю работу. Только мы можем что-то поменять. Это только мы можем что-то сделать. Не надо надеяться на какие-то высшие силы. То есть высшие силы это и есть гражданин Российской Федерации. Если вы хотите передать какое-то инженерное оборудование или просто заинтересуетесь в том, чтобы наш российский солдат был в тепле, можете с нами связаться. Самое главное, вы должны понимать, что это опытная производственная база. И здесь вместе, и может быть даже с вами будем разрабатывать наше инженерное оборудование для наших солдат. И я с удовольствием вас ожидаю в гости. Для того, чтобы мы вместе подумали, что мы можем и как мы можем. Может, у вас есть свои технологии, как это улучшить, производить какое-то инженерное оборудование для наших солдат. Для тех, кто что-то не понял или что-то недослышал, ребята делают печи по себестоимости. И вы их можете прикупить или просто поддержать, допустим, каким-нибудь металлом, попросить, чтобы передали на фронт в конкретные ваши части, в которых находятся ваши близкие, которые в этом нуждаются. Геннадий говорит, что запрос к нему стоит прям большущий на эти печки. Вопрос, говорится, в материале, в которых с них изготовить и так далее. Я, честно, когда сюда приехал, увидел вообще, что происходит. Идет как раз-таки такая работа направленная. И как я это и видел, что именно частный сектор, так сказать, будет вывозить и допомогать нашим бойцам. В принципе, чем я сам и занялся. Очень благодарен всем, кто смотрит. Номер телефона Геннадия вы видите на экране. Если у вас есть возможность помочь мозгами, финансами, особенно бизнесу отличается. Потому что стоимость вот тех листов, которые мы показывали, около 400 тысяч рублей. И это большие деньги. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей включались в эту работу. И чтобы она была продуктивная на всеобщую нашу победу. Потому что если не победим мы, победят нас. И это будет очень плохо. Спасибо всем, кто с нами. Дорогие друзья, смотрят, поддерживают, пишут комментарии. А если у вас нету даже финансов, просто распространяйте. Если это видео выйдет как можно больше людей, тем больше шансов будет, что нашим солдатам будет на фронте теплея. Сейчас впереди зима, потом еще и холодная весна. Это очень важно. Не проходите мимо, друзья. Ну и хочется вам показать, как вообще выглядит крас в целлофане. Прям интересная картинка. Настоящий войной крас. Я ездил на КамАЗах, бронированных прям полностью. Они там выглядят совсем по-другому. Там стекла толстые. Ну и эта машинка прям порадует. Дай бог, чтобы побольше нашим солдатам, чтобы у них все работало как часы. Это было бы прям очень круто.